На этом поле только пшеницы, 80 сортов. Высушенные здесь культуры – лучшие достижения кубанских селекционеров и гордость национального центра зерна имени Лукьяненко. Профессор Александр Боровик – автор не менее 15 сортов злаковых культур. Одно из самых любимых творений – озимая пшеница со сказочным названием. Этот сорт называется Герда. Вы как прекрасно знаете из сказки Ганса Христиана Андерсона. Она – это снежная королева, маленькая девочка, которая победила снежную королеву фактически. И этот сорт низкорослый, как маленькая девочка, а это дает ему устойчивость к полиганию, крупный колос. И это очень высокоморозостойкий сорт. И поэтому низкорослость и высокоморозостойкость – Герда, которая победила снежную королеву. И действительно, этот сорт пшеницы может выдержать морозы до минус 18 градусов, а еще устойчив к болезням. Достижения кубанских селекционеров ценятся не только в России, но и по всему миру, с гордостью рассказывают ученые губернатору и спикеру ЗАГС Собрания. Вениамину Кондратьеву и Юрию Бурлачко показали демонстрационные поля. Нашими зерновыми культурами засеивают земли в Турции, Азербайджане, Узбекистане и Молдавии. Новые сорта расходятся среди местных арграриев. Сорт – новинка. Он внесен в реестр в 2017 году. И уже в этом году всего-навсего прошло два года, три. А уже порядка 70 тысяч гектаров в нашем крае этот сорт высевают. Благодарен, что в крае у нас есть такие ученые. У нас есть аграрный университет плеяда талантливых сегодня и селекционеров, и в целом ученых. Но вот наши аграрии, Андрей Николаевич, должны этим пользоваться. И я думаю, что, может быть, надо перестать стесняться. Наука не должна быть ради науки. Она для того, чтобы на самом деле мы получали вот такие сорта пшеницы. Устойчивые и к болезням, и к различным погодным условиям. Но если мы их получаем, тогда господдержка должна быть тем и только тем, кто максимально прибегает к результатам нашей науки. Государство поддерживает только тех, кто готов эти деньги вернуть рабочими местами, налогами и, конечно, очень знатным рекордным урожаем. Должен четкая аргументация в рамках соглашения на господдержку, что обязан сделать тот или иной сельхозтоваропроизводитель, получив господдержку. В первую очередь, еще и номер один, пользоваться сегодня рекомендациями нашей кубанской науки. В том числе, глава региона посоветовал аграриям совместно работать с учеными над повышением качества зерна. Необходимые наработки для этого есть. Теперь важно создавать соответствующие условия. Выбрать хозяйство, в котором мы будем выращивать твердую пшеницу. И под нашим наблюдением там должны соблюдаться все элементы технологии, чтобы получили не просто зерно, а высококачественное зерно. Вот в каком соотношении мы можем получать, допустим, от урожая третий класс, четвертый, ну и понятно, от фуржа мы никуда не денемся. В каком соотношении? Если максимально выложимся и все вместе возьмемся за третий класс? Если максимально выложимся, то мы можем и второй класс получать. Здесь не нужно нам сегодня где-то, может быть, жалеть господдержки, если мы сможем подняться даже ко второму классу. Но я говорю про третий класс. Потому что третий класс, еще раз подчеркиваю, это, собственно, сильная переработка. Это хлеб другого качества. Мы сможем муку продавать. Ну а даже если пшеницу, то это как минимум на пять рублей от пятого класса дороже. А то и больше. А то и больше. Поэтому любые вложения сегодня, в том числе и господдержка, оправдается. Господдержка должна выйти на третий, ну и дай бог, второй класс. Чего уж точно нет, так это проблем с разнообразием перспективных сортов. Но как тут выбрать, когда глаза разбегаются от количества научных новинок? Для русского человека нет хуже выбора. Такое количество сортов. На самом деле, куда нашему бедному аграрию податься? Какой сорт на самом деле взять для того, чтобы он принес, безусловно, прибыль? А, естественно, это высокий урожай. То есть вот как среди такого многообразия сортов выбрать тот сорт, который принесет успех? Сегодня каждая мелочь важна. Сегодня только система сортов, только набор сортов даст нам движение вперед в отношении стабильности урожая и в отношении повышения урожая. И поэтому сегодня ни одно хозяйство не сеет один, два, даже пять. Сегодня хозяйство, которое имеет, допустим, пять тысяч гектаров, ну, 14 сортов. Как без потерь провести уборочную страду и в результате получить высокий урожай, обсуждали на специальном предуборочном совещании. Ученые, главы районов и агрономы собрались там, где царит наука, в главной кузнице сельскохозяйственных кадров, аграрном университете. Все разработки кубанских ученых от сортов до удобрений адаптированы к местным условиям. Учитываются даже капризы погоды. Такой подход позволяет краевым аграриям из года в год бить собственные рекорды. Но отдельные фермеры до сих пор дают предпочтение технологиям зарубежным. Где-то настолько современные либо руководители сельхозпредприятий, либо агрономы, которые говорят о том, что сегодня они будут пользоваться передовыми какими-то технологиями европейских стран. И вот Лидина Павловна пример привела. Она говорит, препарат, который вы из-за рубежа да привозите, он в первую очередь ориентирован и на землю, на состав, почву это другой, и в целом на природо-климические условия другие. Очень много-много факторов, которые влияют, насколько эффективный этот будет препарат здесь у нас, на Кубань. Лидина Павловна, безусловная инициатива, которая вами была высказана по закреплению в условиях субсидирования обязательного научного сопровождения, потому что псевдо-молодые агрономы, эксперименты за счет государственных средств, это совершенно неправильно. И мы вот эту инициативу вашу поддержим на ближайшей сессии законодательного собрания Коснодарского края. Этой проблемой вплотную занимаются и ученые. По их мнению, аграрии, которые используют импортные технологии, рискуют остаться и вовсе без урожая. Запад сейчас навяливает нам, извините за сленговое слово, навяливает такие технологии, которые у них уже через 3-5-7 лет либо будут запрещены, либо не будут котироваться. Вы понимаете, что идет? И вот когда нам эти гибриды, сейчас вот самое наше главное достояние, я вот не растеневод, но я бьюсь за это уже сейчас, за пшеницу. Пшеницу и ячмень предстоит убрать на площади свыше полутора миллионов гектаров, а под Яровые засеяно около двух миллионов. И если погода будет благосклонна, к масштабной уборке аграрий приступят уже на следующей неделе. Ученые-агрономы делятся хорошими прогнозами. Есть все предпосылки выйти как минимум на уровень прошлого года. К жаркому сезону на полях готовятся и комбайны. Что касается теперь техники, в среднем по краю она готовность составляет 95%. Нет сомнений, что к уборке обеспеченность будет и готовность 100%, потому что хозяйство сегодня ведут полностью все подготовительные мероприятия в активной фазе. На поле выйдут порядка 6,9 тысяч собственных комбайнов. Еще 300 мы планируем привлечь дополнительно. В целом задействовано будет более 40 тысяч единиц. Если говорить о сроках уборки, то при правильной организации всей этой работы, то мы готовы в крае убирать ежесуточно 100 тысяч гектар. Важно, чтобы вся техника была вовремя и в полном объеме обеспечена топливом, отметил губернатор. Меня Минкандратьев поручил держать этот вопрос на особом контроле. Предусмотрены мощности для хранения зерна. 45 крупных хлебоприемных предприятий, около 2000 мини-элеваторов могут принять единовременно до более чем 13 миллионов тонн зерна. Все, чтобы труды кубанских аграриев не прошли даром. Элеваторы, хлебоприемные пункты, либо склады у фермеров, они должны быть готовы к тому, чтобы это зерно принимать. Это же пусть краткосрочное, либо долгосрочное, но хранение. Я понимаю, что там цена вопроса, все понимает, тоже посмотрите. Может быть, для того, чтобы сохранить зерно, может быть, и субсидировать тоже. Еще раз подчеркиваю, нам важен очень грамотный хозяйский подход здесь. Это общее наше зерно. Вот мы когда говорим о том, что на самом деле продовольственная безопасность страны, мы Кубань, гарант продовольственной безопасности, это вроде красивые слова. На самом деле задача какая? Просто накормить людей. И жители края должны быть сытыми, и жители стран не должны быть сытыми. Это, если хотите, политическая задача. Поэтому задача Кубани сделать и край, и страну сытыми. К слову, Кубань ежегодно улучшает свои показатели по сбору зерновых. Только в прошлом году в крае собрали более 10 миллионов тонн качественного зерна. Уборка озимых культур в этом году должна занять не больше 15 дней. Аграрий готовится поставить новые рекорды. Яна Бузычкина, Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.